Всем привет, с вами Спектр. Возможно, знаете вы или нет, но в стареньких частях Call of Duty я провел слишком много времени, в особенности в Modern Warfare 2. Блин, ладно, даже слишком много времени, я бы сказал. И на протяжении всех этих нескольких лет я делился интересными фактами, находками, правда было это много лет назад, но тем не менее, по ходу прохождения или спидранов основной сюжетки, в данном случае Modern Warfare 2. В этом видеоролике я решил подрезать рубрику одного англоязычного ютубера под никнеймом Blaze92. Он известен на ютубе серии видеороликов, один факт из каждой миссии, правда в серии GTA, но на такое я не решился, а по серии Call of Duty почему бы не попробовать, может быть вам подобное зайдет. Кстати, друзья, узнаю я это по вашим лайкам и комментариям. Для сегодняшнего видеоролика я отобрал по одному факту из каждой миссии и компании Modern Warfare 2, возможно, о которых вы не знали, и я, по крайней мере, постарался из всего опыта накопать именно то, что для меня было открытием, когда я это обнаружил спустя несколько лет. Давайте приступать! Небезызвестный полигон в миссии ДДБТ можно пройти разным количеством оружия, которое предлагает Капрал Дан. Но, знали вы или нет, но его можно пройти также исключительно в рукопашку. Для этого мы можем взять на столике Юсп-45 с тактическим ножиком. К слову, по идее, это единственное оружие на данном полигоне, которое доступно будет для быстрого чиканья противников. К слову, пройти полигон таким образом будет достаточно сложно. Однако, если же вы сможете полностью справиться с хотя бы 18 целями, то Капрал Дан скажет, что мы увлеклись рукопашкой, и еще одна попытка нам дается на полное прохождение. В следующий раз говорит «стреляй, а не режь». В миссии «Командный игрок» имеется два солдата, которые находятся около мусорки. Один из них через определенное количество секунд начинает садиться к этой мусорке. Если зажать клавиши вперед и вправо в момент, когда персонаж садится, и у вас будет выше 300 фпс, ну или по крайней мере 300, вы сможете подлететь вверх. Выглядит это все примерно вот таким образом, и мы можем сразу же перелезть на ту часть карты. Но это еще не вся особенность. Благодаря этому приколу мы можем с вами полностью вылезти за карту. Для этого всего лишь нужно сделать прыжок в левую часть карты. Затем нам нужно бежать именно по определенной прямой на ту сторону. Шаг влево или шаг вправо, и ваш персонаж попросту умрет. Таким образом мы вылазим за карту. Правда, без какого-нибудь спидрана мода вы не сможете дальше проходить задание, потому что основные триггеры не будут задеты. Кстати, все данные факты были взяты именно из лицензионной версии Modern Warfare 2. Если по какой-то причине вы до сих пор не приобрели эту игру, хотя желание присутствует, это всегда можно исправить с помощью спонсора видеоролика. В покупке новых игр и пополнение Steam кошелька рекомендую сайт GGSell, который является полноценной торговой площадкой, а не просто магазином. Пополнить Steam можно в пару кликов и уже у проверенных пользователей. Не требуется никаких паролей, только ваш логин Steam и простая оплата заказа. А по промокоду WINTERSALE2023 можно получить дополнительную скидку в 5% на оплату пополнения. Также сайт имеет огромный перечень игр, даже запрещенных на территории РФ. И не переживайте, GGSell имеет уникальную защиту покупателей. Деньги остаются замороженными для продавца до тех пор, пока вы полностью не проверите продукт и не убедитесь в его рабочем состоянии. А также круглосуточная поддержка сайта всегда поможет по возникающим вопросам. Еще на сайте проводятся частые розыгрыши. Имеется огромное колесо бонусов, в котором можно выбить скидку или целый ключ к игре. Прямо сейчас GGSell стартанул новый розыгрыш, среди которых числится огромный компьютер IRU Game, а также из дополнительного списка призов, который достаточно огромный, можно выиграть кучу мышек и клавиатур. У розыгрыша существует огромное количество способов, как вы можете к нему присоединиться. Подарков много, поэтому спешите. Заходите на сайт GGSell по ссылочке в описании и наслаждайтесь качественными товарами. Если назначить клавишу взаимодействия на колесико мыши, на прокрутку колесико мыши, то можно задействовать достаточно интересный баг, связанный со снегоходом в миссии Скалолаз. Таким образом, Роучу полностью оторвет руки и все тело в принципе, а также нас полностью отвяжет от этого снегохода. Вы сможете полностью пробежать весь маршрут в 2000 километров на своих двоих, при том, что противники вам абсолютно ничего не смогут сделать, а Соуп Мактавиш будет бегать рядом с вами. Вертолет не поймет, куда нужно стрелять, и в целом пехота противника просто будет самоубиваться, осуждаем, кстати. Однако, как и в случае с миссией Командный Игрок, да, вы сможете добежать до финала этой локации и с помощью читов перепрыгнуть то самое ущелье, если уж захочется. Но триггеры миссии не будут задеты, поэтому вы не сможете ее закончить. Но баг достаточно малораспространенный и малоизвестный. Об этом факте я узнал, готовя видеоролик о самых страшных моментах в серии Call of Duty. Рекомендую его к ознакомлению. Миссия, ни слова по-русски, обладает небольшой пасхалкой, может доработкой, называйте это как угодно, но это причисляется именно к ремастерам версии. А именно у туалетной кабинки на первом этаже можно услышать крик ребенка, которого не было в оригинале Call of Duty Modern Warfare 2. Достаточно душесчипательная сцена, и я очень рад, что в ремастерах стали добавлять подобные ситуации. Несмотря на то, какой кринж мы получили в Modern Warfare 3. Даже если вы будете подключать читы, у вас никогда не получится спасти Мита и Ройса. Даже в той ситуации, если вы заденете нужные триггеры в этом задании, они все равно помрут во время катсцены, когда Роуч захватывает помощника Рохаса. К сожалению, это связано с тем, что Мит и Ройс помирают именно по скрипту. Здесь нет никакой альтернативной основы для того, чтобы спасти этих двоих. То есть они буквально помирают от сердечного приступа, даже если вы их доведете до конца первых трущоб. Но когда-то эксперимент был действительно даже забавный. Во время одного из спидранов я заметил достаточно серьезную недоработку в миссии Росомахи в Call of Duty Modern Warfare 2. Сержант Фоули не имеет определенной привязки к месту, который будет относиться к спасению Рептора из первой закусочной. То есть таким образом, по скрипту, ракета Predator всегда должна поразить крышу здания. Но проблема в том, что Фоули выбирает абсолютно случайную позицию. Одной из таких позиций может стать угол крыши, который будет полностью уничтожен. И сержант Фоули до конца миссии будет левитировать на одном месте. Перезапуск миссии чинит это дело, но если только Фоули сможет выбрать наконец нормальную позицию. Более того, если Фоули будет располагаться снизу закусочной, то он также сможет застрять в полу. Да, это тоже достаточно интересная штука. В миссии Осиное гнездо мы можем не убегать от ополчения, как было заготовлено разработчиками. Вместо этого мы можем пойти в левую сторону и запрыгнуть на разрушенный пикап. От него подняться на стеночку каменную, и от нее мы можем прыгнуть дальше и залечь. Таким образом, мы теоретически можем сбежать от ополчения. Нет, конечно, мы можем и путешествовать дальше, например, перепрыгнуть на соседнюю крышу, но сами прекрасно понимаете, это нужно только для того, чтобы немного потроллить игру. Однако данная недоработка достаточно неплохо смотрится в данном промежутке. Кстати, солдаты сверху не будут по вам стрелять после того, как вы запрыгнете на определенную высоту. Один из убитых, который находится в финале миссии «Исход», это Виктор или Лев из миссии «Ни слово по-русски», вместе с которыми мы штурмовали аэропорт. Теоретически, это могла быть просто моделька. С другой стороны, если попытаться это объяснить сюжетно, то все равно получится небольшая дыра. Но факт достаточно интересный, наткнулся на это, кстати, всего лишь несколько лет назад. В миссии «Отдыхать надо было вчера» имеются оружия с очень стрёмными модулями. Одно из них — это ПП-2000 с тепловизором, которое нужно для того, чтобы зачистить финальную площадку. Суть в том, что это единственный раз, когда подобное оружие вообще попадается на протяжении кампаний. Плюсом, эта сборка слишком сильно бьет по нервам тех, кто любит мультиплеер Modern Warfare 2. Достаточно забавно, что ли? Существует очень малоизвестный факт по поводу миссии «ГУЛАГ». Если с помощью ноуклипа или с помощью стороннего буста забраться в комнату управления компьютером, то здесь можно не обнаружить Гоуста. При том, что на протяжении всего задания этот чувак как бы фигурирует и поддерживает нас при включении определенных камер. Максимум я могу связать этот момент с освобождением памяти для игры на момент 2009 года, потому что в ремастере эта штука была пофикшена. Каждый раз, когда вы будете забираться, Гоус будет именно управлять компьютером на одном и том же месте. Если не защищать Монумент Вашингтона в миссии по собственному желанию, можно услышать гигантское количество дополнительных реплик, которые многие игроки могли пропустить. К слову, это самые длинные дополнительные реплики, которые могут пропустить игроки, поскольку они длятся вплоть до 4 минут времени. Они проходят с небольшой периодичностью, плюсом вам будут постоянно сообщать, сколько процентов здоровья осталось у Монумента Вашингтона. Защищайте его своевременно, или просто послушайте гигантское количество потерянных реплик. Мододел под никнеймом Джерри Альт смог воссоздать раннюю версию Call of Duty Modern Warfare 2. В ней мы можем заметить, что миссия «Досадная случайность» именно в концовке проходилась гораздо иначе, чем в оригинале. Нам необходимо было спуститься в эту самую подлодку вместе с Прайсом. Прайс начинает вводить коды для запуска ракет. В этот момент из двух коридоров появляется подкрепление противника, от которого мы должны защищать капитана. Более того, я вам скажу, не через нейросетку были воссозданы подобные реплики, а именно взяты из альфа-билда Call of Duty Modern Warfare 2. Оборона длится около полутора минут, после этого мы с вами выныриваем наружу. Затем отряд из Сопы и Гоуста добывает уазики, в которые нам нужно сесть и полностью свалить с этого задания. Выглядело гораздо лучше, не знаю, почему от этого отказались в оригинале. В начале миссии Второе Солнце рядовой Уэйт выдает нам уникальную М4, благодаря которой можно в единственной миссии, именно в этой, в сюжетке Modern Warfare 2, получить три оружия сразу. Но, к сожалению, у меня не получилось это сделать без ноу-клипа, поскольку в моменте, когда начинается бомбардировка, у нас закладывает полностью тот проход, через который мы выбираемся. Если с помощью ноу-клипа подобрать эту самую пустую М4, кстати, я вам сейчас вставлю охренительный футаж, просто, знаете, исторический документ. Привет, спектр, с 2010-го. Короче, подобрав эту М-ку, вы сможете получить три оружия, два, которые у вас есть по стандарту, и третий, который выдает нам рядовой Уэйт. Если использовать год мод в миссии Whiskey Hotel, и таким образом пережить бомбардировку, то миссия на этом не будет закончена от слова совсем. Ну, да, конечно, завершение полностью вы не получите. Однако, есть интересная особенность. Подобный обход скриптов позволит полностью скинуть бессмертие двух персонажей, Сержанта Фоули и Капрала Дана. Их трупы можно будет заметить как раз-таки на подходе к точке Whiskey Hotel, у которой Джеймс Рамирес должен был засветиться фаерами. Да, эти персонажи будут бездыханно валяться на земле, мы даже можем подобрать их оружие, и повоевать с остатками ребят, которые воюют до сих пор против нас, и которых не зацепил этот взрыв. Единственный случай, когда бессмертие целиком и полностью удаляется из игры. Если в миссии не окончены дела, мы начнем распрыжку в тот момент, когда прыгающие бети поднимутся над Роучем, то мы сможем подпрыгнуть вместе с ними, притом на высоту даже трех метров. Более того, в этот момент Роуч будет полностью бессмертным. Однако технически, если персонаж находится выше в момент детонации этих мин, то он должен умереть. Небольшой интересный баг, который получилось найти в миссии Неоконченные Дела. Это единственная миссия в сюжетке Modern Warfare 2, где главный герой надевает гилик из Modern Warfare 1. Есть только одна особенность. Ни одно оружие с глушителем, и в том числе данный костюм, не помогут вам при столкновении с противниками. Технически они будут заняты сами собой, однако могут заметить Соупа, находясь даже на другом конце карты. Чисто визуальное новшество, хотя достаточно странное, но на которое наткнуться было интересно. В миссии Как в былые времена есть очень интересная особенность, связанная с уровнями сложности. Если вы попробуете пройти момент с тросами на рекруте, то вам не обязательно действовать с подсказкой тормоза, которая появляется на экране. Однако, если вы проходите эту миссию на ветеране, и не зажимаете тормоз в момент спуска, то главный герой может попросту улететь вниз. Достаточно интересный момент. Если переместиться с помощью ноуклипа к лодке Шепарда и попробовать ее расстрелять, то у генерала будет бесконечное количество ХП. Это можно заметить более детально. Плюс его солдаты будут спавниться от каждого сектора игры. В конце концов, если подобным образом через ноуклип добраться до финала этой главы и самолично расстрелять Пейвлоу, то мы можем заметить интересный баг. Игра автоматически переместит нас в самое начало локаций. Прямо в самое начало игры. Однако, пройдя уровень таким образом, мы можем заметить, что Пейвлоу не сбивается, а просто зависает в воздухе. Эм, простите, это похоже на какую-то хрень. Финальная битва с Шепардом имеет довольно интересную пасхалку в последней части Modern Warfare 3. Кто о ней не знает, но возможно вы ее пропустили. Так как действие этой миссии проходит на мультиплеерной карте Rust, Около того самого места мы можем заметить череп, в который воткнут метательный нож. Это является небольшой отсылкой на генерала Шепарда. Достаточно круто, что спустя десятилетия она также актуальна. Недавняя пасхалка, которую обнаружила комьюнити Call of Duty. Если подобрать Desert Eagle в ремастере MV2 со стола в музее, затем подобрать 45-й юсб с тактическим ножом, кинуть под себя флешку и снова подобрать тот же самый дигл, то он будет уже золотого цвета, золотой окраски. Что ж, дамы и господа, на этом, в принципе, все. Сегодня я рассказал вам об одном факте из каждой миссии компании Call of Duty Modern Warfare 2. Надеюсь, вам понравился данный видеоролик, данная рубрика, и если захотите продолжение, вы знаете, что нужно сделать. Также буду очень признателен, если напишите, что о каких-то фактах действительно узнали впервые. Это самое интересное. Не забывайте про лайки, подписывайтесь на канал, если вы тут впервые, и посмотрите другие видосы по колде в конечных заставках. С вами был Спектр, услышимся, пока.